Яркие образы, зажигательный рок-н-ролл и любимые хиты. В Московском Театре Наций прошел предпремьерный показ мюзикла «Стеляги». Зрители погрузили в атмосферу 50-х еще до начала представления. У входа в театр гостей встречал раритетный автомобиль «Победа». Спустя 10 лет после выхода на экраны знаменитого фильма Валерия Тодоровского «Стеляги вернулись». Репортаж Полины Ермолаевой. В Театре Наций по-настоящему громкая премьера. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады встречают гостей премьеры. Столько рок-н-ролла Театр Наций еще не видел. «Стеляги» увлекают в вихре танца, тут же остужают пыл лимонадом и эскимо на палочке. Ну я не знаю, я в образе, не в образе, но старался. То ли еще будет на сцене. Они вернулись. Молодые и дерзкие. Спустя 10 лет после премьеры фильма Валерия Тодоровского «Стеляги» снова в деле. «Привет, мы хиляем бобру!» Вообще, другая история, но то, что мой фильм смог быть основой для этого, это для меня очень здорово. Это значит, что фильм живой. У всех братьев, как братья. А у меня стеляга. Это ярко. Это всегда вызов. Это внешний вызов. Это так, чтобы все увидели это такое кричащее «я-я-я, посмотрите на меня, пожалуйста». Режиссер Алексей Франдетти мечтал сыграть в фильме «Стеляги». Тодоровский не взял. И вот теперь он сам уже в театре рассказывает эту историю о поиске любви и цене свободы. «До свидания, мама! До свидания, мама!» Две с половиной тысячи молодых артистов преодолевали кастинг, чтобы в итоге не только запеть, но и даже взлететь прямо над сцены. Главное не бояться высоты. 85 человек, которые крепят в этот момент, носятся за сценой. Это страшно, это больно, но это так классно. Бунтарство молодости, яркие платья, невероятные прически и, конечно, любимые песни «Стеляги». 100% на российский мюзикл. И ещё тот самый случай, когда зрители в зале подпевают и даже пританцовывают. Полина Ермолаева, Александр Чуканов, Вести. Продолжение следует...